Эти кошки живут во дворе уже несколько лет. Жильцы этого дома, в общем-то, не против такого соседства. Они не просто проходят мимо, но и регулярно их подкармливают. В поселке Пограничный есть такой же двор с такими же кошками. И мальчик 7 лет также не смог просто пройти мимо. Он взял камни и насмерть забил одного из котят на глазах у своих сверстников. Такого поступка от школьника никто не ожидал. Ведь вырос он в семье примерных родителей, где правосудие – не пустое слово. Отец военный, мама судья. Но сегодня соседи называют их нерадивыми, а их ребенка – настоящим убийцей. Правда, которого вряд ли накажут по всей строгости. Максимум поставят на учет. Сообщение зарегистрировано в установленном законном порядке в дежурной части отдела МВД России по Пограничному району. Инспекторам по делам несовершеннолетних проведена доследственная проверка. Формально в действиях несовершеннолетних усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными». Однако в связи с недостижением возраста уголовной ответственности возбуждение уголовного дела отказано. Несмотря на то, что этот случай произошел в Пограничном, зоозащитники Владивостока пытаются разобраться в ситуации. И делать это им приходится не впервой. Неравнодушные горожане обращаются к ним за помощью практически каждый месяц. Но по факту закон для животных не работает и защитить четвероногих никак не может. Года полтора назад, полтора или два назад, у нас был случай, когда мальчик несовершеннолетний, это было в районе Чуркино, он также издевался над котятами. Причем здесь, ну как соседи, они соступились за животных. А бабушка и дедушка, которые являлись эпикунами этого мальчика, они сочли, что это просто детская шалость. Но с помощью заявления, с помощью, как говорится, все-таки людям удалось добиться, мальчика поставили на учет. И как дальше ситуация развивалась, следили просто за ней, знаем, что они уехали с того места обитания, потому что просто жить стало невозможно. Но такая детская шалость – это даже не первый сигнал, а тревожный звонок. С ребенком надо заниматься. Психологи уверены, в агрессии детей виноваты прежде всего родители. Поощрение и вседозволенность – вот что заставляет детей быть жестокими. Они просто не понимают, почему причинять боль животным недопустимо. Другая причина хладнокровия – это дисциплина. Порой родители перегибают палку и не разрешают ребенку кричать или плакать. Дети сдерживают свою нормальную злость, но потом находят тех, кто слабее, и выплескивают все, что у них накопилось. Тут важно родителям понимать, что хуже закрывать глаза на эту проблему, чем, ну, что не зазорно обратиться к специалистам за помощью, если они понимают, что они не справляются. И специалист может вовремя помочь, подсказать, где, как обращаться в первую очередь родителям, что нужно сделать, чтобы у ребенка агрессию переключить на другой вид деятельности. По статистике криминалистов, жестокость всех известных серийных убийц проявлялась еще в детстве. Они мучили котов, поджигали собак. Но родителей такое поведение не смущало. Отцы оправдывались перед соседями, а детей, если и наказывали, то разве что ремнем или ставили в угол. Как показывает практика, ни Чикатило, ни Сазонову такие меры не помогли. С животных они перешли на людей. Валерий Белоус, Александр Бортовщук, Василий Косилов. Новости на Восьмом.